Дальше только небо. История обрушения потолка на этой кухне началась еще неделю назад. Тогда, по счастливой случайности, хозяйка квартиры осталась жива. Буквально через пару секунд после ее ухода с кухни, груда штукатурки обрушилась на место, где только что сидела Елена Суворова. Вот посмотрите, какая голуба упала. Я говорю, я вот сейчас говорю, у меня руки, ноги дрожат. Я как представлю, что она упала бы мне на голову. И мне, я говорю, у меня было бы сейчас здесь, я бы не разговаривала. А если бы у меня ребенок здесь сидел? Тогда трагедию удалось избежать чудом. И вот новые последствия бездействия коммунальщиков. Части потолка не стало вовсе. Свидетелем очередного камнепада стала уже дочь Елена Суворовой. И что интересно, по словам собственников жилья, дом управляющей компанией Московского района, которая обслуживает этот многострадальный дом, не слишком смущает отсутствие потолка в квартире. Ждем неделю, у нас не аварийный случай. В порядке и в очереди будут делать. А почему не аварийный случай? Как объясняют? Акт составили господин Лисов. То, что у нас только штукатурка упала и все. Ничего нас в жизни не угрожает. Пришел в пятницу, потыкал шваброй и благополучно ушел. И все. Вот только чередой составленных актов все и обходится. Напрямую дозвониться до местного Дука невозможно. Ответы в кулцентре домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода однообразны. Да, ваша заявка уже срок вышел в выполнении. Как хотите, спектру передали паспорт? Возьмите оперативную работу домоуправляющей компанией смогла и наша съемочная группа. Как оказывается, здесь не рады не только жителям Московского района, но и докучающим журналистам. Коммунальщики настолько в делах, что держат глухую оборону. А, у вас работа? Очень хорошо. Только по обидателям. После долгого ожидания и бесконечных звонков, на которые даже никто не отвечает, свершилось чудо. Генеральный директор Дука Московского района Александр Гундеров готов прокомментировать ЧП на своем объекте. Вот только и тут не все так просто. Коммунальщики, оказывается, сомневаются, а общее ли имущество дома пострадало. И вообще, они рады помочь, только в квартиру их хозяева не пускают. Да и денег, как обычно, на все не хватает. Сейчас будем решать уже, что делать. Если жители будут настаивать на этом, ну, посмотрим, насколько это будет затратно, насколько это возможно будет. Пока в местном Дуке продолжают думать, что и как делать, потолок на кухне семьи Суворовых остается смертельной угрозой. Хозяева квартиры уже обратились в прокуратуру. Кто и когда примет хоть какие-то меры, неизвестно. А тем временем под угрозой обрушения опасного потолка находятся едва ли не все жители верхнего этажа. Сергей Щеплягин, Максим Веселов и Василий Низов. Объективно. ННТВ.